Капачи Самое близкое к Чернобыльской АЭС село зоны отчуртения. Во время аварии на станции оно попало в так называемую зону западного следа, одного из путей перемещения радиоактивных выбросов порозе ветров. После этого уровни радиации здесь были просто неимоверными. К сожалению, несмотря на это, эвакуация местных жителей началась лишь 3 мая. Люди к тому времени даже огороды успели посадить в надежде осенью собрать урожай. Но дозиметры настолько зашкаливали в этой местности, что было принято решение каждый дом села в буквальном смысле слова закопать в землю. Для этого возле здания выкапывался котлован, после чего инженерная машина разграждения рушила дом, сваливала его в яму и затем засыпала землей. Сейчас на месте этих домов остались лишь холмы, похожие на могилы, которые увенчаны знаком радиоактивной опасности, так как они до сих пор фонят. Из всего села остались целыми лишь несколько объектов, один из которых – детский садик, построенный, судя по табличке, в 1967 году. Возле садика на земле видны детские игрушки, с которыми малыши, видимо, здесь играли, причем не только до трагедии, но еще неделю после нее, пока их вместе с родителями не отселили в безопасный район. Сам садик – одноэтажное добротное кирпичное здание. Почему его не закопали вместе с остальным селом, непонятно. Возможно, хотели устроить в нем какой-нибудь временный штаб ликвидации, но, судя по тому, в каком виде все оставлено внутри, оно никак не использовалось уже больше никогда и никем. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Честно говоря, глядя на все это становится очень жутко. Кажется, что это идеальное место для съемки фильма ужасов. Возле садика до сих пор сохранилось так называемое радиоактивное пятно, где уровень достигает 400 микровентген в час. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ